всем привет это кардамон клуб и у нас сегодня в гостях замечательная надежда такташкина спасибо огонек просто пожар и космос как я люблю надь давай самого начала расскажи мне пожалуйста кто ты как ты и как ты докатился такой жизни ты же нормальный человек всем привет да меня зовут надя со мной можно на ты вот как докатилась это медленными шагами пришла к этому привет я кондитер я кондитер шестилетним стажем пожалуй и я мама счастливая женщина мама двух вот таких угарных пацанов и мы сегодня будем говорить про пп тортики потому что это это то чем питаюсь я наверное это близко мне это мой образ жизни мой стиль жизни это образ жизни вообще в целом сейчас будем об этом говорить это не просто питание и как я пришла к этому все очень просто каждая женщина хочет выглядеть эффектно красиво стильный ухоженный понимаешь ну ну покажите мне женщина которая не хочет так выглядеть да конечно хочет и при этом хочет еще вкусненько кушать вот именно понимаешь на рубить салатик может любой и каждый а вот сделать полезный десерт сладкий без вреда для фигуры это на самом деле не просто и когда я родила уже второго ребенка когда я была беременна я дошла до своего максимального веса 90 килограмм это правда было тяжело наверно же росте но на двух ножках надо умеем шутить над собой это было тяжело знаете с точки зрения там черт своим отражением беременна женщина всегда хороша а вот именно это что подтянулась а вот именно понимаете а свое ощущение когда вот лишний вес когда приходит тогда я подумала о том что но все диеты бесполезно диета это похуде сейчас на 2 раза больше я решила познакомиться что же такое правильное питание когда я познакомилась я поняла что я была неверного представления о правильном питании потому что я думала что это какая-то такая диета для фитоняшек ходить в клуб коротких шортиков короче попы понимаешь вот и ну то есть у меня было неправильное представление оказывается это умное питание заботы о своем здоровье когда ты исключаешь весь вот этот шлаковый пищевой мусор который закидываешь себя знаете когда там чипсарики закинул пивом залил там чем-нибудь да и и вообще-то не подумала и кетчупа нафигачила на майонезный соус да и ты понимаешь о том что черт побери по хочешь выглядеть хорошо хочешь быть красивой сексуальной и неважно сколько тебе лет ты должна думать о том что ты ешь это важно как бы и принципе это на будущее тоже откладываться что что ты ешь сейчас потом тебе через 10 лет в принципе ну наверно мне кажется аукнется потому как бы а хочется быть знаешь такое зажигалкой старушки на самокате с красной помадой за внуками на самом деле как бы поощрением например себя ощущаешь что ты там еще до сих пор молот и полон силы там если что на дискоцеке могу хохохохохо Ключевой вопрос, сколько ей лет? Старая. Я просто красиво накрашена. Вопрос, как себя чувствуешь, наверное, правда? Я на 25 лет, а ты на сколько? Я себя чувствую где-то на 27, но мне 36. И я всегда думала, что в 36 я буду такой взрослой, солидной женщиной с двумя детьми. Я по-прежнему, ну я не чувствую себя на этот возраст. И моему малышу сейчас годик. Чтобы не раньше сказали, что в 36 лет я рожу второго ребенка. Мы сказали, что в больнице уже не было не больно. Чтобы я буду кататься. У меня самокат, кстати, есть. И меня. Я катаюсь на самокате, с детьми с вами, честно говоря. Поэтому мы сегодня будем говорить о полезных десертах. Хорошо, что мы сегодня будем готовить? Расскажи, пожалуйста, вот что у нас здесь. И что из этого полезно? Морковь. Мы сегодня будем готовить твой любимый торт. Между прочим, и мой любимый торт. Классика американского жанра. Морковный торт. Потому что когда думаешь, что он морковный торт, это что-то дешевое с морковкой и невкусно. А где масло? Фиг там с два. А вот так вот мейджик сейчас будет. Морковный торт очень вкусный. Но мы сделаем его в ПП-версии. Представляете, если классический морковный торт, это 500-600 килокалорий. На кусочек. На кусочек 100 грамм. А мы обычно 200 грамм как минимум режем. Ну, то есть сразу 1000 килокалорий. А если вы хотите хорошо питаться, то это в среднем 1200 килокалорий обычно в день. То, в общем-то, съел кусок торчика с чаем и прощай. В день можно больше ничего не кушать. Мы же сделаем с вами уникальную ПП-версию. Мы уберем масло. Что ты расстроилась? Мы уберем сливки. Мы уберем, что у нас? Муку высшего сорта. А почему? Хорошо. Ладно, масло понятно. То есть сахар. А к муке какие вообще претензии? Мука высшего сорта не полезна. Кому? Она откладывается вот здесь. А может быть, я хочу как фитоняшка там нарастить. Да, ну, потому что вот здесь, вот здесь, вот здесь. Не, вот здесь, ну ладно. Отложится везде. Хорошо. Какая у нас? Да, у нас мы сделаем ПП-версию. Представляешь, всего 120 килокалорий. Надо есть. Надо делать. И это будет самое, что ни на есть вкусное. Морковный торт. Но мы его обыграем сейчас. Мы сделаем к нему конфитюр из маракуйи. Это будет космос. Потому что, знаете, это вот такое... Я очень люблю, когда кондитеры умеют вносить вот такие, вот знаешь, пикантные точки. Потому что, когда ты ешь торт, который какой-то сплошной, одно месиво, моновкус, и нет вот еще что-то, знаешь, что их пропитает, что такое, мокрый кусочек хлеба дали. Это неинтересно. А вот когда ты ешь, а там бисквит, а там какая-то раз кисленькая искорка, а там нежный крем. И вот это все сверху полирнули красивым декором. Вот это, мне кажется, настоящее искусство. Ну, то есть, а как бы, где ты берешь вдохновение, где ты учишься? Потому что сочетать вкус и текстуры, это все-таки нужны какие-то знания. Это же не просто там, давай что-нибудь добавим. Ну, это приходит с опытом. Я точно так же начинала. Это вообще классическая история. Ребенку исполнился год, я решила сделать тортик. А дальше все, как понятно, понакатанно. Я вышла из декрета, но тортики меня не отпустили, ночные смены. Вам это знакомо? Я уверена. Сто процентов это классическая история. Да, но ты начинаешь получать с удовольствием. Моя мама мне говорила, сумасшедшая, ложись спать. Я говорила, мама, нет, выйди из комнаты. Горела. Горела, мне нравилось. То есть, муж, наверное, не сильно горел, потому что вот эти ночные шевеления на кухне, или у тебя, может быть, там много квартирный дом. Мужу спасибо, да, он сказал, если тебе это нравится, а что главное мужчине, правда, счастливая женщина рядом. А если она занимается тем, что ей нравится, она счастливая. И он счастлив, все взаимосвязано. Дети счастливы, мама не орет, все хорошо. Все шевелится. Да, все шевелится. Поэтому муж поддержал, спасибо ему большое, я сказал, я хочу этим заниматься, но если хочешь, пробуй. Я говорю, ну, Хорфлеса нам надо закупиться. Вот, но это отдельная тема. Муж такой, теперь попробуй. Да, он почесал, да, нужно ли. Хорошо, а вот реально, то есть, вернем с точки зрения Откуда, да, откуда рецепты? Откуда рецепты, да, откуда текстуры, как бы, где ты училась вот всему этому прекрасному и мастер-классы, может быть, ты даешь их? Да, я даю мастер-классы. Давай так, поначалу, да. Сначала, когда я только этим занималась, информации практически не было, и вот как слепой котенок в интернет, что за агар-агар, с кем эту ерунду кушают, вообще, как это готовить. В чем отличается кертина? То есть, вот знаете, прям по крупицам, по крупицам. Потом кондитерское искусство стало развиваться, появились крупные школы московские, и я стала учиться везде, и я развивалась, наверное, вместе с этим направлением. Сначала мастика, помнишь, было популярно? О, да, оба, да. Потом лепка цветов, это невозможно есть, но очень красиво. Потом лепка людей, фигуры, возможно, есть, но красиво. Потом я ушла на кремы, но мастика до сих пор в жизни остается еще, я очень люблю рисовать. Нет, не дополепишь? Нет, не дополепишь? Нет, я люблю рисовать на мастике, это, ну, на мой взгляд, это вообще кайф рисовать, правда, на тортике. Ты художник? Да, нет, 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 нет. Ты и сюда сама пришла? И сюда пришла, да. Вот, круто вообще. И потихоньку-потихоньку я к этому пришла, и вот когда я перешла сама на правильное питание, стал вопрос о том, что, черт, какие сладости можно кушать, что можно кушать? И вот здесь, в России не так популярны в направлении, нету очень сильных школ, понимаешь, в этом направлении, и я стала приходить к этому сама. Сейчас развиваются уже, правда? И стала искать, стала смотреть, изучать, очень много, больше приходилось переводить, много приходилось забирать иностранных рецептов. Если понять основные правила, чем заменить муку, масло, сливки, какие творожные сыры можно использовать, и на что заменить сахар, ключевой, на самом деле, такой поставщик калорий, то можно практически любой рецепт переделать. Я пришла к этому, наверное, знаешь, где-то меньше года назад, я поняла, что этим хочется делиться, я запустила онлайн-марафоны, я люблю вообще создавать движуху по Инстаграму. Ну, это я заметила, если честно, потому что я вот познакомилась с тобой во время марафона, и было очень живо, динамично, и мне понравилось, поэтому вот я рада, что мы познакомились. Спасибо, да, я вот, знаешь, мне хочется делиться информацией, я провожу марафоны по разным направлениям, это чизкейки, и все для начинающих, когда не понимаешь, как к этому подобраться, а очень хочется, да, а сейчас же это популярно, готовить дома, потому что в магазине не все вкусно и не все полезно. Не все вкусно, да, то есть ты покупаешь торт, и ты думаешь, что он вкусный, на самом деле есть невозможно, да, то, что как бы хочется, надо даже самой сделать. Хорошо, то есть марафоны твои, то есть вот что они тебе дают, что они приносят в твою жизнь, особенно, то есть там бесплатно, сейчас же принято все продавать, все за деньги, пожалуйста, там, 3000 рублей платим, радуемся. Ну, я убеждена, что не все нужно продавать, нужно уметь делиться бесплатным контентом, это очень важно, раздавать полезности, ну, это элементарно, правило общения, будь полезной другим людям, они к тебе потянутся, поэтому я постоянно делюсь рецептами, советами, прямые эфиры, а мне кажется, ну, вот сейчас вот без стеснения моя фишка, я умею вдохновлять людей, в это моя прошлая профессия бизнес-тренера дала о себе знать, вот, знаешь, подать информацию так, чтобы люди поняли, чтобы захотелось, чтобы встать к плите и ага, вот приготовить все. Ты, получается, из прошлого еще черпаешь все эти знания, адаптируешься на новые, а не хочешь обратно вернуться? Нет, не хочу, потому что сейчас, мне кажется, я счастлива, я вот в 99% в гармонии, я соединила то, что я умею хорошо делать, учить людей, и то, что мне нравится делать. Да, вот огонь, рецепты, все вместе, и я вижу по отклику растет количество, вот, скажем так, инстадрузей, я по-другому их не назову, мы с ними общаемся, мы проходим марафоны, более того, это не просто онлайн-марафоны, есть чаты, где мы общаемся постоянно, и более того, не так, что марафон закончился, и все, аллилуйя, дальше сама как-нибудь. Нет, мы дружим, у нас есть понятие кондитерской семьи, мы общаемся в чате, мы поддерживаем, потому что кондитер это человек, у которого должна быть, первое, профессиональная среда, согласись, это очень важно, где можно общаться, элементарно, мне нужна какая-нибудь пряничная фея, или мне нужно дать кому-то клиенту, и мы передаем друг другу, ну, мало ли что может быть, во-вторых, нужно вдохновение, и нужен просто профессиональный совет иногда, вот это, я за то, что... Это очень круто, потому что даже, как бы, вот, платный, бесплатный марафон, очень нужна поддержка, особенно у нашей же девчонки зачастую дома сидят с детьми, да, то есть она отчаянная домохозяйка, с ребенком, с детьми, с одним, с двумя, муж на работе, я про себя, видимо, рассказываю, да, на площадку не хочется идти, потому что я не готова общаться, разговаривать о том, кто как и сколько... Кто покакал и сколько сыркал. Да, тем более со вторым ребенком это вообще уже неинтересно, то, что он ест там из миски собаки, это проблема с собакой, понимаешь, как бы, в принципе, вот в этом плане. И вот эти все чаты общения, я вот смотрю даже своими чатами, девчонки, прям там такая жизнь идет, они прям там все что-то шевелятся, обсуждают, это реально классно, на самом деле, откуда столько сил, потому что двое детей, муж, марафоны постоянно, реально это много энергии, откуда? Это много энергии, наверное... Морковка чудодейственная, но как быстро признавайся. Ну, это, наверное, что-то внутреннее свое, я всегда мечтала делать людей счастливыми, знаешь, ну, это покруче Гагарина будет, я всегда говорю, вот мне всегда хотелось зажигать в других людях огонь, и я к этому пришла в своей профессии, но мне кондитерские темы, это хорошо, это профессиональное общение, мне еще очень хотелось сделать многих женщин счастливее, потому что я прекрасно знаю по себе, что это такое сидеть дома, общения не хватает, ребенок с тобой еще не разговаривает, ты не зарабатываешь сама еще деньги, и ты сидишь на шее у мужа, ну, согласитесь, это так, как бы стандартно в России, и твоя самооценка немножко падает, плюс фигура после родов не идеальна, и начинают залезать сюда кучу-кучу разных комплексов, не хватает вот этого, знаешь, ну, хоть бы кто сказал, да ты шикарная, ты посмотри на себя, ты секс ходячая, да, я тебе, вот, и знаешь, это меня потолкнуло, вот, буквально некоторое время назад мы сделали марафон для женщин, даже не марафон, курс для женщин «21 шаг к счастью», и я посмотрела вообще все, давай пару слов, я посмотрела все, что есть в интернете, это все либо бешеная сушка, либо правильное питание, ну, вот, умри за месяц, вот, застигни джинсы, а дальше сама как хочешь, и мы очень захотела создать такой проект, знаешь, уникальный социальный проект, который делает женщин счастливыми, а что здесь нужно? Здесь нужно общение, поддержка, человек, который даст тебе руку и скажет, пойдем я и покажу тебе светлый путь, да, вот, и мы пригласили огромное количество специалистов, это и диетолог, который даст правильное питание, скажет, что такое правильное питание, мы сегодня в этих рамках снова общаемся. Ну, потому что правильное питание реально, то есть люди думают, что если это ноль калорий, то правильное питание. И начинается эта вот реально бешеная гонка, сушка, когда ты ешь этот ненавистный шпинат, подорвало свое здоровье, И ты себя подрываешь на самом деле, то есть ты настолько себя загоняешь вот в это все, что ты в какой-то момент надламываешься, ломаешься, и все, и это реально, ты правильно сказала, это не образ жизни, это просто какой-то вот задача поставлена, нужно добиться, все шевелятся, потом ты в итоге бросаешь, отпускаешь. И все хуже. И все. Два раза. Два раза. Дверь теперь бочком уже, сразу что хоть так ходила, то дверь теперь бочком. И вот в этом проекте не просто диетолог, в этом проекте и фитнес-тренер, и специальный эксперт по йоге, и все как выглядит, знаешь, с точки зрения, и сексолог, который скажет о том, что, ну появились дети, правда, что происходит в семье. Ну что, папа отдельно, мама отдельно, дети шевели. Вот, все правда, да. Папа командировки. Мама посвятила жизнь детям, а папа, мы поставим его в известность в серии. Вот там сексолог о том, как вот этот огонек, а там же специалист по интимным мышцам. Это целая проблема после родов. Да. В общем, если коротко, это и визаж, и стилист, и мейкап, и все-все-все, и косметология, и я в том числе, как специалист по десертам, рассказываю о том, как есть сладкое под лозунгом «Ешь и худей». Вот такой вот придумали мы уникальный проект, и сейчас он уже запущен, десятки женщин становятся с нами счастливыми. Ты знаешь, это не просто онлайн, это все, что перерастает в офлайн, мы встречаемся, и это, ну такой некий клуб счастливых женщин. Просто хочется, чтобы как можно больше женщин было счастливыми. Поэтому правильное питание – это хорошо, давай вернемся сюда. Вот я уже там в клубе. Ты уже в клубе. Вот. Это хорошо, и мы сегодня поговорим о том, давай вот прям поделимся с подписчиками секретами, как заменить те продукты, которые приносят ненужные калории, как в принципе убрать вот этот пищевой мусор из своего питания, и подумать о том, что ты знаешь, я то, что я ем, вот то, что мы едим, это наше отражение. Это прежде всего, как вы выглядите, ваша чистая кожа, ваше отсутствие вот этой нервозности – это важно, правда? Счастливая мама, счастливая семья. Да, согласна на самом деле. Хорошо. Рецепт смотрите под видео обязательно, оставайтесь с нами до самого конца, и вы узнаете, как получить классный стабильный крем для нашего торта. Рецепт смотрите под видео. Рецепт смотрите под видео. Рецепт смотрите под видео.